В субботу 22 сентября в Государственном концертном зале имени Чайковского состоялся грандиозный концерт в памяти выдающегося азербайджанского композитора и педагога Кара Караева. В этом году Кара Абульфасовичу Караеву, одному из крупнейших советских композиторов, народному артисту СССР, лауреату Ленинской и двух сталинских премий, исполнилось 100 лет со дня рождения. Композитор достаточно непростой, как, наверное, и все простых композиторов, я считаю, не бывает. Действительно, поначалу надо было разобраться, но очень интересная, яркая, образная музыка, которые не лежат на поверхности, но, тем не менее, являются интересными для того, чтобы их найти. Это стоит того. Ну, слова тут излишни, надо слушать. Произведение Кара Караева, симфонические гравюры «Дон Кихот», симфонию номер три, концерт для скрипки с оркестром, композицию «Тропою грома» исполнил Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Петра Ильича Чайковского, дирижер – Рауф Абдулаев, скрипка Алена Баева. Организатором этого события выступило Министерство культуры Азербайджанской республики. Я просто искренне хочу поблагодарить всех, кто принял участие в организации этого концерта, и прежде всего, великолепный симфонический оркестр, который будет сегодня руководить наш маэстро Рауф Абдулаев. Спасибо вам. Для нас сегодняшний вечер – это не только честование столетия азербайджанского композитора, сегодня это вечер уважения культур, уважения к деятелям культуры, которые оставили след в истории тогда еще одной, а ныне разных стран. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. Это, на мой взгляд, вершины творчества Кара Бульфасыча. Это то, к чему он шел, в принципе, всю свою сознательную жизнь. Если до этого в его жизни был период условного соцреализма, и человек, который очень много сделал, и очень интересного, очень много необычного, парадоксального и в плане синтеза Европы, Востока, Азербайджана и России, то скрипичный концерт и третья симфония, как вы знаете, написанные посредством в то время одной из самых формальных техник, формалистических, додекафония, вызвала очень неоднозначную реакцию. Но эти произведения, которые перевернули представление не только о Каракараеве, но и о творчестве композитора классика, когда классик переначал и переосмыслил самого себя. Когда говоришь о Каракараево, невозможно не говорить о Таире Салахово. Также обратно, творчество Таире Салахово как будто связано с музыкой Каракараева. Вот где Таире Салахов, великий наш художник, живет, творчеством сейчас занимает и всей жизни помогает людям, художникам, основном поддерживал Советскому Союзу. И здесь на концерте сегодня присутствует наша молодежь. А молодежь не только из Москвы, но и из регионов. Безусловно, для нас это важное событие, столетие Каракараева. Все знают, как и в Азербайджане, так и в России, и наши соотечественники, а также друзья наши, которым мы время от времени на различных мероприятиях демонстрируем нашу культуру, музыку, искусство. Субтитры создавал DimaTorzok Мы гордимся действительно Каракараевым, потому что его знает не только композитором, он был государственным деятелем почти в свое время. Он был депутатом Верховного Совета, активно общественную работу проводил. У него очень много воспитанников. Один из них сейчас как раз руководитель консерваторией в Азербайджане, по-моему. Я думаю, что он не только, кстати говоря, классику писал, у него очень хорошие есть такие песни, да, шлагери, которые до сих пор... Субтитры создавал DimaTorzok